Но начинаем выпуск мы с события, которого ждали тысячи иркутян. Сегодня был задержан предполагаемый виновник аварии на улице Мира. Мы уже рассказывали об этой трагедии, и в интернете новость вызвала настолько большой общественный резонанс, что к розыску подозреваемого подключились десятки человек. Как удалось найти злоумышленника, узнаете в первом материале выпуска. От удара этих автомобилей содрогнулся весь Иркутск. Аварию, которая произошла на улице Мира, обсуждали тысячи человек. Причем не только говорили, но и разбирались в обстоятельствах трагедии. Да, именно трагедии. Позже один из водителей умер в больнице. За жизнь еще одной женщины и двоих детей продолжают бороться врачи. То, что это не рядовое ДТП, стало понятно после того, как неизвестные опубликовали кадры момента аварии с другого ракурса. Смотри. Вот она толкнула. Он ее прям стукнул. Это видео буквально взорвало социальные сети, ведь оказаться на пути внедорожника мог каждый. Автохама стали искать всем миром. Через несколько часов в сети появилась еще одна запись. На ней тот же джип, тот же район, то же самое время. Но самое главное – виден номер машины. С его помощью за несколько дней интернет-пользователи узнали о владельце автомобиля все. Кто он, как с ним связаться и даже нашли фотографию подозреваемого. Параллельное расследование вели сотрудники полиции. Были задействованы все наряды ППС, сформированы поисковые группы из числа наиболее опытных инспекторов ГИБДД. К моменту обнаружения разыскивания автомашины они уже обследовали порядка 20 садоводческих кооперативов. И как раз по пути им попался этот разыскиванный автомобиль. На требования инспекторов ГИБДД водитель резко добавил газу и скрылся в лесном массиве. В последующем автомашина была найдена брошенной. Владелец закрыл транспортное средство и попросту убежал. В район незамедлительно направили шесть экипажей полиции. Мужчина был найден в одном из садоводческих домов. Первые показания он начал давать сразу после задержания. Land Cruiser ваш? Да. Можете как-то пояснить агрессивный стиль вождения ваш? Мне вчера показывали тоже, как бы я видел уже по ютубу. Не знаю, пояснить еще. В каком состоянии находились человек? Я в этом. В состоянии автомобиля характерные царапины на бампере и колесах станут доказательствами вины мужчины. Прибавят к ним и его хладнокровное заявление. После задержания подозреваемый рассказал, что специально спровоцировал аварию. Не смог объяснить лишь одного. Зачем он это сделал? 41-летний житель Иркутска ранее привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за имущественное преступление и преступление против личности. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Гонщику на внедорожнике грозит до 20 лет лишения свободы. Но одно дело задержать подозреваемого. И совсем другое доказать его вину. Ведь, как показывает практика, далеко не все резонансные ДТП заканчиваются так, как этого требуют люди. А порой и здравый смысл. Евгений Шоев, Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова